Девушки 2001 года рождения из команды школы УГМК-юниор выиграли зональный этап первенства России, который недавно завершился в Новосибирске. Более того, наследницы славы великого баскетбольного клуба добились стопроцентного результата. Пять матчей, пять побед. Мы приехали подготовленные. В принципе, команды, ну, все-таки мы чувствовали, что чуть-чуть были послабше, но тренер ни в коем случае, говорю, не расслабляется. Ну, мы играли в полную силу и выносили по 100 очков даже. Так оно, в принципе, на соревнованиях и зафиксировано. Новосибирская «Радуга» повержена с результатом 126. А спортшкола из Улан-Удэ со счетом 109-11. Мы такие, ну, да все, давай, давай, последнюю соточку забей, все, да. Отыграли мы хорошо. У нас первое место. Мы старались своей командой выиграть. Вот, у нас получилось. Справедливости «Ради» заметим, что группа, где играли воспитанницы Надежды Мариловой, была не самая сильная. Но вот это как раз в определенные моменты и расслабляет. Когда ты чувствуешь, что ты сильнее, тебе главное не перегореть вот этим желанием. Ты должен сдерживать это все в себе и с холодной головой уже выходить на площадку. Особенно это было важно в тех матчах, где юные лисицы набирали 100 очков и более. Тут всегда есть соблазн не добежать или не доиграть. Задача была поставлена как бы максимально агрессивно играть в защите и минимум времени затрачивать на позиционную атаку. То есть у нас было очень быстро принимали решение в атаке кольца и доигрывали. То есть минимум переходили мы в позиционное нападение. За счет этого ускорили максимально игру и соперник как бы не выдержал нашего натиска. И вот в связи с этим достигли такого результата. Тем не менее, подопечные Мариловой весьма критически относятся к своим нынешним достижениям. Оно и понятно. Новосибирский этап – лишь часть, возможно, будущего успеха. Мы где-то суетились, где-то что-то не попадали. И Надежда Николаевна нам с этим помогала справиться. У нас как бы более сбалансированный состав игроков, девчонок. Мы как бы оказались более подготовленными в физическом плане и в техническом. В конечном итоге в первую десятку самых результативных игроков турнира попали сразу пятеро лисичек. Дарья Ильина, Екатерина Зудина, Елизавета Андреева, Елена Баженова и Виктория Самозванова. Эти же девчонки вошли в когорту лучших по подборам и передачам. В общем, знай наших и не забывай верхнюю пышму. В принципе, результатом я довольна. Но все остальные игры дальнейшие, полуфиналы, финалы, требуют еще доработки качества игры. Место проведения полуфиналов пока неизвестно. Но с датами в соответствующих инстанциях определились. 4 января 2016 года стартуют первые игры. Своих соперниц у ГМК «Юниор» еще не знает. Но кто бы они ни были, и как бы ни складывалась ситуация, нашим девчонкам, стиснув зубы, все равно надо добиваться успеха. Пожелаем им удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok УГМК «Вперед!» А теперь коротко о лисицах взрослых. В рамках группового этапа Евролиги подопечные Олафа Ланге ездили в Испанию и встречались там с Жироной. Счет 76-71 в пользу УГМК. Следующий матч самого престижного клубного турнира Старого Света. Оранжевые проведут также на выезде 3 декабря. Уральская команда встретится в Турции с Кайсери. Что касается российских просторов, то здесь УГМК также пока не испытывает особых проблем. В очередном выездном поединке чемпионата страны лисицы с результатом 75-57 победили и Ивановскую энергию. Ближайший матч премьер-лиги пройдет в Екатеринбурге. 30 ноября девушки Ланге сыграют с Вологдой Чевакатой. И в заключении еще один важный анонс. В субботу 21 ноября во Дворце игровых видов спорта пройдет матч квалификации к чемпионату Европы 2017 года между сборными России и Болгарии. В расширенном списке нашей команды четверо игроков УГМК. Евгения Белякова, Мария Черепанова, Наталья Виеру и Анна Петракова. Начало поединка в 14.00. До встречи на женском баскетболе. Субтитры подогнал «Симон»!